Здравствуйте! Сегодняшнюю лекцию мы посвятили 33-летию вывода советских войск из Афганистана. Сотрудники музея подготовили тематическую выставку, на которой разместили материалы воинов-интернационалистов Аббайского района, а также информацию об афганской войне, которая длилась с 1979 по 1989 года. Последние советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года, а ныне это день скорби и памяти обо всех погибших в войнах-интернационалистах. В афганской войне советская армия потеряла свыше 15 тысяч человек. Более 53 тысяч человек получили различные ранения. Казахстанцы участвовали в этой войне в составе советского военного контингента. Число военнослужащих из Казахстана, направленных для выполнения интернационального долга в Афганистан, составило более 20 тысяч человек. Свой интернациональный долг героически выполнили и воины-интернационалисты Абайского района. В нашем районе очень крепкое общественное объединение воинов-интернационалистов, которые помогают матерям погибших солдат и активно участвуют в общественной жизни нашего района. Весомый вклад ветераны вносят патриотическое воспитание подрастающего поколения, что очень важно. Данный союз возглавляет депутат районного маслехата, воин-интернационалист Юрий Иванович Родин. В фондах нашего музея хранятся военный китель, письма солдат, медали, благодарственные письма, книги, фотографии воинов-афганцев. На памятной стеле, установленной напротив здания районного отдела обороны городе Абай, указаны имена наших погибших героев. Ежегодно в феврале месяце возле памятной стелы проходит мессинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Да, все сражения заканчиваются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без родцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Никто не забыт, ничто не забыто. Эти великие слова будут помогать впитывать в сердца подрастающего поколения пример беззамбедного подвига, мужества, силы и упорства предков. А закончить лекцию я хочу словами. В наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за поколение, показавшее всему миру пример бескорыстого служения своему Отечеству. Спасибо за внимание.